Ассаламу алейкум, ва рахматуллоги, ва баракатуху. Уважаемые братья, друзья, дорогие сограждане. Сегодня мы преодолеваем очень сложный период в истории нашей страны. Для всех нас это самые непростые времена. Эта ситуация затронула абсолютно всех граждан нашей страны. Нынешняя политическая обстановка в стране очень нестабильная и крайне обостренная. Все мы, каждый из нас переживает за будущее нашей страны, за будущее своих детей и внуков. Мы, Духовное управление мусульман Кыргызстана, Русская Православная Церковь, собрались здесь, чтобы сделать обращение ко всем сторонам, ко всем политическим силам, к простым гражданам Кыргызстана и, в особенности, к нашей молодежи. Передаю слово заместителю муфтия Кыргызстана Джоробаю Аджи Шаргазиеву. Кыргызстана Джоробаю Аджи Шаргазиеву. Кыргызстана Джоробаю Аджи Шаргазиеву. Кыргызстана Джоробаю Аджи Шаргазиеву. Слово предоставляется епископу Русской Православной Церкви в Кыргызстане, отцу Даниилу. Дорогие кыргызстанцы, всех, конечно, призываю от всего сердца к миру и согласию. Сейчас в православных церквях и в мечетях наш братский народ возносит молитвы, наши братья и сестры переживают за состояние политическое нашего государства. Мы вне политики, но как граждане мы переживаем, чтобы мир и согласие в первую очередь было, забота об этом мире. Мы сейчас должны все наши силы, молитвенные, все политические силы направить на то, чтобы этот мир и согласие сохранить. Не должно быть никакого разделения, ни по каким причинам, ни каким признакам. Мы единая семья, мы единый народ, единые кыргызстанцы. Мы сегодня должны всеми силами сохранить это, уберечь это. Дорогие кыргызстанцы, от мала до велика, все наши силы, направленные на мир, это есть Божие благословения на будущее Кыргызстана. Не дай Боже, если мы это потеряем, мы потеряем и наш Кыргызстан, и наше будущее. Сейчас очень важный момент, и мы все силы должны направить, и молодые, и уже убеленные сединой опытом жизни, все должно быть направлено на мир и согласие. Дорогие кыргызстанцы, дай Бог, чтобы сохранить нам этот мир. И сейчас вся наша молитва, все наши силы направлены на мир и согласие. Духовное управление мусульман Кыргызстана, Русская Православная Церковь в Кыргызстане. Мы хотим попросить каждого гражданина нашей страны оказать посильное содействие для стабилизации ситуации. Мы просим наших граждан проявлять терпимость и уважение к своим согражданам и братьям. Мы хотим призвать всех к миру и не поддаваться провокациям. Мы просим граждан не разделяться по межрегиональному признаку, межконфессиональному, национальному. Мы просим граждан не разделяться, а сохранять единство. Мы просим уважать также чужое имущество и не давать дорогу мародерству. Это наша страна. Мы в ней живем, и в ней будут жить наши дети. Все мы несем ответственность за мир и благосостояние перед Всевышним Господом. Уважаемые граждане Кыргызстана, пожалуйста, избегайте смуты. Поистине в Куране Аллах сказал, Поистине смута хуже, чем убийство. И поэтому мы должны быть все вместе, помогать друг другу, проявлять терпение и не проявлять агрессию. Призывать к миру и не призывать к разделению. Мы хотим обратиться ко всем имамам наших мечетей в Кыргызстане, а также к областным хозяйатам. Проводите работу среди молодежи, проводите работу среди населения. Выходите, но не участвуйте в политике, не занимайте какую-либо из сторон. Будьте нейтральными, потому что духовное управление вне политики. Но мы несем ответственность за мир и безопасность в этой стране. Поэтому мы должны выходить в народ, должны проводить разъяснительные работы, должны поднимать дух правоохранительных и других органов, чтобы они обеспечивали нашу безопасность, безопасность простых граждан на улице. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы решили, что мы решили, что мы решили, что мы решили.